Всем привет! Я начинаю проект Project Pen использовать и выбросить на 2021 год. Давненько я собиралась его снять и в принципе всеми этими продуктами я уже сейчас пользуюсь и уже начала свой проект, уже начинаю это все активненько добивать. И сегодня я вам покажу, сделаем такой вот старт, начало проекта, конечно же обязательно сделаю фото до и потом через год, в конце следующего года мы сравним с вами сколько же я смогла использовать продуктов за этот год. Ну что ж, перед вами уже вы видите несколько продуктов, хочется мне начать с такой вот тональной основы. На самом деле здесь у меня смесь абсолютно разных тональных основ и скорее всего от вот этой самой от Avon здесь практически ничего не осталось. Я помню полностью ее использовала, там буквально на дне что-то еще было и я сюда еще добавила тональную основу от Revlon Photo Ready, я сюда еще добавила CC крем от Heart Candy, я сюда еще добавила матирующий тон от Faberlic. В общем здесь целая сборная солянка и вот эту вот солянку я хотела бы за этот год использовать, уже в начале этого года у меня была абсолютно полная банка, никаких проблем здесь не было и вот я ей пользуюсь уже январь весь и вот такой вот у меня уже результат, уже видно какой-то прогресс. Здесь еще удобно такая вот помпа, оттенок мне идеально подходит, я не ожидала, что при смешивании столиких тональных основ оттенок мне подойдет, с удовольствием им пользуюсь, он получился и не густой и не жидкий. Еще я взяла один тон, это будет Lamelle Matte Control, на самом деле многие рассказывали о том, что это якобы не тональный крем, а база под макияж. Я с ними не согласна, потому что базы обычно оттенок не имеют, а здесь же есть оттенок, скорее всего у меня это самый светлый оттенок, а нет, у меня тон 0.2 Natural. Подходит для всех типов кожи, витамин Е, антиблеск, длительного действия, идеальное покрытие, но насчет идеального покрытия я бы все-таки поспорила, потому что покрытие у него очень слабенькое, мало что он перекроет. Что касается оттенка, давайте я его себе напомню, потому что на самом деле я этим тональным кремом пользовалась пару раз, когда появился он у меня, когда снимала для вас обзор, делала сводч, наносила так же это все дело себе на лицо, с тех пор он у меня лежит, я им не пользуюсь. Вроде бы оттенок неплохой, но сразу видно, что не самый светлый, потому что снова-таки у меня он 0.2 Natural, наверняка 0.1 был бы более светлым, более мне подходящим. Так, дальше, также я беру в проект консилер Liquid Camouflage от Evelyn, здесь очень маленький объем, поэтому думаю он улетит очень быстро, здесь всего лишь 5 мл, весь январь я уже им пользуюсь, вот видите какой уже результат. В общем, думаю, что улетит он очень быстро, может даже не было смысла его в проект брать, ну посмотрим. У меня таких еще несколько есть, поэтому закончится этот, возьму такой же новый, мне он очень нравится, отлично все перекрывает, светлый оттенок, айверы, самый светлый, идеально подходит для белоснежек. Единственное, что мне не особо нравится, не особо привычно, это вот такой вот огромный аппликатор. Все-таки я бы его сделала поменьше, так было бы удобней. Также я беру в проект вот такую пудру, которой тоже сейчас активно пользуюсь, это Glam Bee Visage Powder. Это у меня тон 1, самый светлый. Здесь у нас 4 оттенка, конечно же я их все смешиваю и получается светлый оттенок, который мне идеально подходит. Легкая такая вуаль, матирование, в общем все это пудра мне дает. Но тоже у нее в этом году выходит срок годности, поэтому буду ей активно пользоваться и за этот год хочу ее израсходовать до конца. Еще один продукт от Glam Bee, это румяна Brilliant Blush. Я их обожаю, они очень красивые. Они запеченные, они нескончаемые, поэтому не знаю какой у меня результат будет за год. Конечно же буду активно их использовать, до этого я тоже их активно использовала, но конечно используются они очень медленно. Тон у меня 0.1, красивый очень оттенок, тут конечно ничего не скажешь. Сверху еще был хайлайтер, но он естественно уже смылся и вот остался такой вот красивый, сияющий, освежающий оттенок румян. Нравится мне очень, как это все дело смотрится на щеках. Конечно же это я наслаивала очень сильно, но на самом же деле оттенок получается очень таким нежным, освежающим, сияющим, красивый очень. Но у меня они уже давно, несколько лет, поэтому считаю, что все-таки нужно их в этот проект добавить и добивать. Потому что, насколько я помню, тоже выходит уже скоро срок годности. Конечно, это все условно, что касается сухих продуктов, но все же у меня есть более новые продукты, поэтому хочется закончить старые и начать пользоваться новыми. Кстати, еще один продукт от Glam Bee, сразу же покажу. Это будет хайлайтер Rainbow Highlight, хайлайтер радуга, с удовольствием ей пользовалась, я его обожаю. Тоже у меня это не то же, но все же оттенок у меня 0,2, поскольку да, самый первый оттенок там теплый. А вот именно 0,2, он вот такой вот радужный, красивый, здесь, как видите, у меня видно донышко. Его минус это то, что он замыливается, поэтому нужно периодически верхний слой отшкребать чем-то, и тогда наносится, как видите, прекрасно. Здесь нет крупных блесток, здесь такое вот красивое свечение, сияние. Мне все-таки не хочется вот эту дырку оставлять надолго, хочется все-таки уже его добить, раз уж я дошла до донышка, поэтому хайлайтер этот в этом проекте, но я его просто обожаю. Он действительно дает красивое сияние, и никаких блесток там нет. Еще один хайлайтер, тоже его беру по этой же причине в проект, поскольку там уже видно донышко, поэтому что оставлять, надо дальше пользоваться и добивать. Это Lamelle HD Chromatic Glow & Sparkle в оттенке 102. Кстати, тоже видите, у него в июле выходит срок годности, поэтому тоже, в принципе, не зря он в этом проекте. Его минус, а для кого-то плюс, то, что он очень рыхлый, очень сыпучий, мне, в принципе, ничего не стоило дойти здесь до донышка, потому что он реально как мел. Конечно же, если его растушевывать, получается очень красивое доохромное сияние, снова-таки без какого-либо блеска, сугубо вот такой вот получается перелив. Странно, сейчас я его нанесла, и получилась какая-то мука, но на лице, конечно, смотрится красиво, переливается, знаете, таким вот белый, розово-фиолетовый оттенок. Тоже светлокожим идеально подойдет, но текстура, конечно, у него не самая качественная, потому что он рыхлый, рыхлый, очень сыпучий, очень рыхлый. Вторая у меня, кстати, уже такая упаковка, но раз повторила покупку, значит, хайлайтер достойный, но нужно его уже добивать. Вот такие вот еще румяна в последний момент решила в проект взять, тоже мои самодельные румяна, там был остаток вот этих вот румян Essence, плюс там еще румяна Elf намешаны, румяна Evroche, в общем, тоже такая вот сборная солянка. Оставлять мне ее надолго у себя в коллекции не хочется, хочется попользоваться активно, так что буду это делать. Но румяна, конечно, получились очень яркие, прям очень яркие, смотрите, какие ярко-розовые. Наверное, все-таки стоит их оставить на лето, их нужно буквально капельку, поэтому, конечно, пользоваться еще и пользоваться. Фактически у меня получились новые полноценные румяна, которые нужно использовать с нуля. И продукт, который переходит у меня с прошлого года, с прошлого проекта уже в этот. За прошлый год у меня отличный результат. Это палетка для бровей Revolution Focus & Fix, тоже у меня в светлом оттенке, Light, Medium. Конечно же, за прошлый год я очень много смогла использовать, как видите. Давайте вот так вот. Вот здесь есть светлый оттенок, темный оттенок, обычно я их смешиваю в этот воск, я практически не использую. И вот такой вот еще есть оттенок, но он, наверное, больше подходит для век. Я его использую в складку века. Но хотелось бы полностью ее добить, разве что воск останется только. А вот эти вот три оттенка я хочу за этот год добить уже до конца и палетку эту выбросить. Надеюсь, что у меня получится. В принципе, не так много там и осталось. Еще что касается бровей, хочу добить до конца, ну или же не добить, но активно использовать и выбросить. Вот такую вот пудру для бровей водостойкую. У меня оттенок 0,10. Насколько я понимаю, это самый светлый оттенок в линейке, но все же он для меня темноват. 0,10 Cool Attitude. Сейчас я ей пользуюсь активно. Посмотрим, как скоро она у меня закончится. Но снова-таки оттенок все-таки темноват. Хотелось бы, чтобы он был посветлее. Ну и очень сильно, очень сильно она сыпется. То есть я даже сейчас ее не хочу открывать, потому что сейчас все эти продукты будут засыпаны этой пудрой. Почему-то вот она какая-то... Ну она сухая, это правда пудра, но там все-таки аппликатор есть. И при помощи этого аппликатора вы эту пудру себе на брови наносите. Необычный продукт. У меня такого раньше никогда не было. Было интересно попробовать, но повторять бы не стало, думаю. Также, что касается бровей, вот такой вот гель еще от Evelyn. Броу Definer. Да, называется? Я тоже уже хочу его добить, поскольку, видите, я активно пользовалась в прошлом году. Сейчас пока использую вот эту вот пудру, то им не пользуюсь. Я его использую обычно с тенями для бровей. Такая вот здесь очень странная и не очень удобная щетка. Там уже не так много его осталось. Плюс, видите, такой уже грязненький стал. Поэтому вместе с вот этой вот палеткой Revolution буду добивать и вот этот гель для бровей. Также хочу добить вот такую вот подводку от Diva, поскольку тоже у нее в этом году выйдет срок годности. Поэтому нужно ей активно пользоваться и закончить ее до конца. Она, в принципе, нравится мне. Здесь вот такая вот щетка. Помада лимитированной летней серии Гавайи, Хавайи, Свит Сатин. Помады это уже нет в продаже. Серия-то уже закончилась, поскольку, снова-таки, она была ограничена. У меня это оттенок 0,5. Думаю, что у нее тоже уже скоро выйдет срок годности. Никаких этикетов здесь нет. Узнать я этого не могу. Я очень мало ей пользовалась, немножко буквально прошлым летом. Но здесь очень красивый такой розовый оттенок. Сама по себе помада приятная. Она и правда кремовая, шатиновая, увлажняет губы. Ну и оттенок и правда симпатичный. Мне кажется, что подойдет абсолютно всем. Буду активно ей пользоваться. Так, еще один продукт от Glam Bee. И это вот такая вот жидкая матовая помада. Тоже этой же самой серии Гавайи. В оттенке 0,1. Очень красивый здесь оттенок. Удобный аппликатор. Но помада не нравится мне по запаху, потому что у нее есть неприятный аромат пластика. Как и у большинства, наверное, помад Glam Bee, LCF и остальных дешевых помад. Вот. Но оттенок очень приятный. Конечно же сушит губы. Потому что почти, наверное, все жидкие матовые помады сушат губы. Но на то они и матовые. В общем, надо ее уже добивать. Активно я ей пользовалась. И в этом году тоже буду активно пользоваться ей дальше. Так, следующий продукт. Ладно, сразу вам уже покажу все от Glam Bee. Это вот такой вот блеск. Иллюминейт. В 0,5 оттенке от Glam Bee. Он выбеливает губы. Такой прям очень-очень светлый. С ним надо быть осторожным. Перевратиться он может в корочку белую на слизистой. Поэтому нужно с ним быть осторожными. Много его не наносить, не наслаивать. Но для повседневного макияжа очень даже, я думаю, что неплохо. Посмотрим. Но надо дать ему шанс. Потому что уже давно лежит. И абсолютно им не пользуюсь. Так, еще один, кстати, блеск от Glam Bee. Тоже уже довольно-таки давно у меня. Пару лет. The Life with Glam Bee. Такой вот плоский, смешной блеск. Карандаш с ним нужен однозначно. Поскольку он очень жидкий. Растекается во все складки губ. Поэтому он довольно-таки плотный. Красивый у него такой розово-коралловый оттенок. Идеально подходит на лето. Такой вот глянцевый финиш. Ну, снова-таки уже давно лежит. Поэтому надо дать ему шанс. А вдруг, а вдруг, буду им летом активно пользоваться. Так, следующий продукт. Это помада от Rival de Loup. Ян. Для молодой кожи. Линейка. У меня это в оттенке 01 Keep Calm. Это стойкая матовая помада. Да, здесь указано стойкая. Стойкая помада для губ. Ага, она не матовая. Ну да, она в принципе не матовая. Она такая кремовая. Приятная. 01 оттенок. Я сейчас активно ей пользуюсь. Наверное, какой-то уже результат есть. В принципе, она неплохая. Красивый оттенок. Он мне подходит. Кремовая текстура. Плотное нанесение. Правда, долго держится. Поэтому буду пользоваться ей дальше. Но снова-таки беру все эти продукты. Потому что у них, думаю, что в скором времени выйдет срок годности. Поэтому, собственно, они в этом проекте. Следующая помада. Это будет помада от Essence. В прошлом году я ей активно пользовалась. Линейка Matte Matte. Матовая помада в 02 оттенке. Она, конечно, шикарная. Я ее люблю очень. Универсальная помада, которая подходит абсолютно под все. Под любой макияж. Здесь был очень длинный стик. И вот все, что от него осталось. Даже уже задела я буковку Э. Логотип компании Essence. Так, давайте сюда нанесу. Такой вот здесь цвет. Снова-таки красивый. Универсальный оттенок. Приятная помада. Правда, матовая такая. Но не сушит губы. Она у меня уже, наверное, года три. Поэтому, да, надо ее уже добивать. Всеми возможными способами. Но я буду это делать с удовольствием. Потому что она мне нравится. Вот такая вот помада, которую я периодически использую, как жидкие тени для век еще. Металайзер от Faberlic. Металлическая матовая помада. Вот кому нужна артикул. Я здесь убрала ограничитель. Потому что очень плохо выходило средство. Мало его было на аппликаторе. А средство пришивит. Поэтому нужно его наслаивать. Но если это все дело наслоить, то получится очень красивый оттенок. Долго держится тоже на губах. Поскольку помада матовая. Но, видите, пришивит, пришивит. Много раз нужно наносить. Такой вот здесь цвет. Розовый. Красивый, симпатичный. Летом пользовалась. Но снова-таки еще иногда использую в качестве жидких теней для век. Получается такой вот яркий акцент на подвижном веке. Но пора уже добивать, конечно. Пора. И еще один продукт, который уже не знаю сколько лет переходит с проекта в проект. Блеск для губ от NYX. В оттенке ванила. До сих пор у него приятный ванильный аромат. Золотистый здесь оттенок. Конечно, я все равно, несмотря на это, им активно пользовалась. Но он просто нескончаемый. Он очень приятный на губах. Он снова-таки приятно пахнет. В общем, вот такой вот здесь цвет. Я, правда, очень часто им пользовалась. Но до сих пор он не закончился. А надо бы уже его закончить, потому что он уже старенький. И наверняка хочет уже на покой отправиться. Ну что ж, вот такие вот продукты я выбрала для своего проекта в этот раз. Даже, видите, не взяла тени для век. Поскольку поняла, что не хочу пользоваться одной палеткой целый год. Я хочу добивать одну палетку. Хочу постоянно брать новые, поскольку палеток у меня много. И хочется каждой уделить время. А то получается, что я старьем пользуюсь, чтобы его добить. А новые палетки все пролеживаются, простаивают. Поэтому уже не хочу так делать. Палетками хочу пользоваться разными. Ну а вот эти продукты, надеюсь, что все-таки смогу использовать хотя бы часть из них до конца. За результатами я надеюсь, вы будете следить. Возможно, также буду снимать промежуточные результаты в течение года. Пожелайте мне удачи. Буду активно пользоваться этими. Ну и, конечно же, другими продуктами также. Но все-таки буду делать упор на эти. Потому что хочется увидеть результат использования. Спасибо за просмотр. Поддержите меня пальчиком вверх. Комментарием, подпиской на канал. Скоро увидимся. И всем пока. Продолжение следует.